И в Ингушетию прибыла группа московских медиков. Специалисты будут оказывать помощь врачам республики в борьбе с COVID-19. С собой они привезли им запас лекарств. Подробности в репортаже. По словам руководителя группы врача-хирурга и заместителя главного врача по хирургии Московской городской клинической больницы имени Яромишанцева Арнольда Макарова, в ходе рабочей поездки они ознакомятся с условиями и методами лечения инфекции в больницах Ингушетии и поделятся с ними опытом, который они накопили на сегодня в московских учреждениях здравоохранения. Глава правительства, властение Владимир Владимирович, рады видеть вас. Благодарны за оперативное реагирование на просьбу президента Сергея Семеновича Собянина за такое оперативное решение. Будем надеяться, что нельзя прибыли и максимально постараться оказывать. Вместе с собой специалисты столичных больниц привезли гуманитарную помощь, в виде лекарственных препаратов, включающих в себя антибиотики различного спектра действия, препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также средства защиты для работы в опасной зоне и тесты, планшеты для экспресс-диагностики. Мы рады находиться на Ингушской земле. Прибыли мы сюда в связи с тем, что понимаем, что есть необходимость в нашей помощи, нашим коллегам, вашим соотечественникам, пациентам. Поскольку Москва оказалась на острие этой атаки коронавирусной, то понимаем, что к этому дню, наверное, две столицы накопили максимальный опыт. В настоящий момент наша команда, состоящая из специалистов разных профилей, прибыла к вам в город для того, чтобы поделиться тем опытом, который мы имеем. Профили наших специалистов различные. Это врач-хирург, анестезиолог, рейматолог, рентгенолог, инфекционист, пульмонолог. И, скажем так, проходя определенные этапы пути лечения этих пациентов, мы понимаем, что не так все однозначно, не так все просто. Поэтому, поскольку вы сейчас на практически начальных этапах оказались, то хотелось бы помочь по возможности. Мы будем максимально участвовать в лечебном процессе, в процессе организации ваших стационаров и помощи пациентам. И будем надеяться, что наш визит к вам, он окажется полезным для всех, в том числе и для нас. Слены моей команды представляют различные стационары города Москвы. Нашу бригаду формировал департамент здравоохранения города Москвы. В настоящий момент мы привезли с собой первым бортом часть гуманитарной помощи, куда включены лекарственные препараты, в том числе и особо ценные, и редкие, которые позволят справляться с лечением пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Также мы привезли небольшую, пока первую партию защитных костюмов. Мы очень надеемся, что будет в дальнейшем продолжаться гуманитарная помощь, и следующие партии будут. Также мы привезли экспресс-тест-системы для определения наличия антител, крови больных или потенциально зараженных коронавирусных эффекций. Напомним, поручение об оказании помощи регионам, находящимся в сложной эпидемиологической ситуации, было дано Владимиром Путиным накануне во время встречи с Сергеем Собяниным, прошедшей в видеорежиме. Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, пока остается сложным. И требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. Поэтому с учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в эти регионы, которые нуждаются в такой поддержке. Бригада московских медицинских работников в первую очередь. Эта помощь востребована, вы сами знаете, как председатель соответствующей рабочей группы госсовета, в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Зайбайкальском крае. Простил бы коллег московских сделать это как можно быстрее. Кроме того, в дальнейшем, в ближайшие дни следует предусмотреть направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области. Хотел бы услышать ваше мнение о том, насколько оперативно может быть организована такая помощь регионам, о которых я сейчас сказал. Уже говорил я о том, что в столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва к регионам. Я не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке. И чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее ситуация будет в этих регионах складываться так, во всем случае тенденции будут такими же, как и те, которые складываются сейчас в Москве. В свою очередь Сергей Собянин заверил президента, что такая помощь будет оказана регионам незамедлительно. Спецрейсы были организованы в течение нескольких часов. Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь не нужна никому уже будет. Я думаю, все и так справятся. Но важно сейчас, когда регионы находятся, отдельные регионы находятся в трудной ситуации, оказать им содействие. Вы правильно сказали, мы давно работаем с регионами нашей клиники. Ведущие клиники оказывают консультации онлайн, консультации, поддержку тех или иных врачебных решений. Вот вы недавно общались с главврачом 52-й клиники Марьяной Анатольевной Лысенко. Вот они провели семинары с охватом в 10 тысяч врачей по всей стране, проводя такие консультации, рассказывая о новых клинических рекомендациях, подходах к лечению коронавируса. Это очень важная работа. Теперь, конечно, возможен следующий этап непосредственной помощи на местах. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона, первую, которую вы назвали, Псковскую и Владимирскую, направим врачей в ближайшее время. Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты. То есть все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работой медицинских систем в этих регионах. Владимир Владимирович, все выполним в обязательном порядке. Доложу вам отдельно о результатах. Уже сегодня команда медиков из Москвы приступила к оказанию помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом непосредственно в больницах региона. Хадзи Дабриева, Хусян Гагеев, Ахмед Ихсмурзиев, Новости 24.